В районе 14-го километра столкнулись Honda CR-V и Toyota Land Cruiser Prado. ДТП случилось днём. Автомобиль Honda CR-V двигался из Артёма во Владивосток. Машина шла по третьему ряду. В районе 14-го километра шофер Honda решил развернуться, дабы двигаться в обратном направлении. Перед совершением манёвра не занял соответствующее положение, не ушёл в четвёртый ряд, предназначенный для разворота. И как итог CR-V влетела в боковую часть внедорожника. Toyota Land Cruiser Prado, двигавшегося по крайней левой полосе. Хотел повернуть в обратную сторону, чтобы домой уже возвращаться, уже просто времени было. Ну получается, данный водитель начал мне сигналить. Такой, Prado? Да, Land Cruiser Prado. Начал мне сигналить, получается. Ну я думаю, надо уже уходить, просто я немного не успел повернуть, машин было много. Ну думаю, надо уходить. И тут она меня сигналит, я начал выворачивать. И она мне, получается, подрезала, и я в неё ехал. Рулевой Хонды посчитал, что внедорожник создал ему препятствие. Если дама ехала по левой полосе, сигналила своему оппоненту, зачем вообще это делала? Могла бы просто поменять ряд. Шла, никому не мешала, по крайней левой полосе. Молодому человеку со второго ряда решил развернуться. Я ему сигналила, бесполезно, пыталась уйти, но не вышла. То есть он однозначно со второго ряда поворачивал, да? Ну со второго ряда. Они решили, что если не показали поворот, можно не глядя, делать всё, что они хотят. В результате ДТП машины получили различные повреждения. Участники происшествия вызвали наряд дорожно-патрульной службы. Полицейские примчались, начертили схему происшествия и стали тщательно выяснять обстоятельства ДТП. Виновника аварии было нелегко определить. В итоге стражи порядка оштрафовали водителя Хонды, поскольку мужчина разворачивался, а дама шла без изменения направления.